Добро пожаловать в совершенно новую рубрику Ролики под названием «Бомбанула» Это будут ролики о косяках в фильмах Тех фильмах, которые по тем или иным причинам не попадут в плохбастер-шоу Так сказать, мини-плохбастеры И сразу предупреждаю В этих выпусках, во всех выпусках этой серии будут спойлеры Спойлеры, спойлеры, спойлеры для непонятливых Так что выключайте те, кто боится проспойлерить себе фильм «Стражи Галактики» То есть те, кто его еще не смотрел Ну а для остальных же, поехали! Первое, что я скажу, мне безумно нравится этот фильм Настолько, что мне даже становится обидно, когда его начинают незаслуженно поносить Но я же в конце концов критик, который должен бы относиться к фильмам беспристрастно И поэтому я сам выскажусь о мелких косяках фильма Которые совершенно не мешают получать удовольствие от просмотра Повторюсь, фильм супер И этот ролик в основном для той моей публики, которая любит позанудничать Итак, я также позанудничаю вместе с вами Некоторые косяки предъявляю не я сам лично Их предъявляют зрители Так что поехали! У Питера Квилла, он же Звездный Лорд, имеется плеер В котором вот уже 26 лет крутится кассета с великолепной музыкой 80-х Почему Квиллу за 26 лет не надоела эта музыка? Как кассета выдержала такое количество прослушиваний? Почему не размагнитилась? Почему не затерлась и не испортилась? Ленточные кассеты это крайне ненадежные носители Косяк, который, однако, нужен, чтобы показать то единственное, что связывает Питера с землей Это память о матери, которую он бережно хранит Этот плеер и кассета многое нам говорит о характере Питера Квилла Тем не менее, за 26 лет постоянного прослушивания пленка бы точно испортилась или надоела Далее, одна из распространенных претензий к фильму Слишком простой сюжет На мой взгляд, для развлекательного фильма, который служит для отдыха и удовольствия, большего и не надо Он легкий и незамысловатый Назовите мне блокбастеры, у которых был бы суперсложный сюжет Да-да, я знаю, фильмы Нолана Но все же Нолан не делает простые развлекательные фильмы Надо это учесть У него все картины с претензией на интеллектуальность Даже его самый идиотский фильм «Третий темный рыцарь» также был с претензией А что же касается сюжета «Стражей галактики» Ребята, кто обвиняет фильм в простоте сюжета Вы зажрались, по-моему «Стражи галактики» им не нравится «Тихоокеанский рубеж» не нравится Быть может, вам также не нравится сюжет «Новые надежды» А что, там тоже достаточно простой сюжет Давайте, посигните на святое Но я вернусь к «Стражам» У этого фильма почти идеальное сочетание юмора, экшена и драмы И сюжет этому способствует Хоть он и прост Далее еще одна претензия Неинтересный злодей Отчасти соглашусь с этим Но все же мне опять кажется, что большего и не нужно Или вы что, хотели увидеть кого-то вроде Джокера? Ребята, это Марвел Нам здесь не нужен злодей типа Джокера У нас здесь нужно раскрыть пять новых персонажей И фильм прекрасно с этим справляется Нам не нужен злодей, который сосредоточит на себе слишком много внимания, как Джокер, например Давайте признаем, что Темный Рыцарь был не о Бэтмене, а Темный Рыцарь был о Джокере Но я опять отвлекся Итак, нам нужна лишь движущая сила, которая сможет собрать эту разношерстную команду вместе И Ронан, злодей и стражей, прекрасно с этим справляется А уделять ему слишком много времени, по сути, и не надо Но все же он действительно не очень интересен С этим я отчасти согласен Ну и наконец, то, с чем я вообще спорить не собираюсь Никудышная оборона планеты Новый Прайм Надеюсь, я правильно назвал По сути, вся оборона этой планеты заключается в том, что у корпуса Нового В наличии есть только мелкие кораблики, которые умеют соединяться в сеть Ни систем ПВО, ни оборонных спутников, ни ракет класса «Я разорву тебя на части» Ни собственного флота, который мог бы остановить корабль «Черная Астра» еще на подлете Ничего подобного нет Как и Асгард в Торе 2, Ново Прайм, по сути, беззащитна перед Ронаном И если бы не Квилл с друзьями, то быть планете уничтоженной Как-то это не очень правдоподобно Ронану, кстати, чтобы уничтожить планету, стоило лишь коснуться земли молотом Но зачем так помпезно это делать? Зачем нужно было спускать целый корабль «Черная Астра» Когда можно было бы тихо и незаметно Спуститься на новую в каком-нибудь маленьком корабле И все Но нет же, он хотел это сделать с помпой В концовке, в принципе, и заключаются основные минусы для меня Ну есть еще в фильме мелочи, типа вышибания ногой пуль непробиваемого стекла Но все же это мелочи На этом, пожалуй, закончу И добавлю то, что все эти минусы, по сути, я с ними согласен Но все же они не мешают просмотру Они не мешают получать удовольствие от фильма Ну что ж, ставьте лайки, если вам понравился подобный формат Уже был один ролик, бомбануло, но на фильм «Грань будущего» Ищите на моем канале Ну что же, а на этом все Я же пошел смотреть «Черепах» от продюсера Майкла Бэя В понедельник выпуск, как обычно Пока! Пока!